МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После вчерашней трагедии в Казани и в регионах России ожидаемо заговорили об усилениях мер безопасности. В детских садах, школах, дополнительных учреждениях. Ожидаемо, что этот вопрос стал главной повесткой с сегодняшнего дня в Министерстве образования и науки Алтайского края. Уже вчера образовательные учреждения региона получили экстренный план действий во время ЧАЭС. Школы должны проверить систему оповещения, кнопки быстрого реагирования, провести инструктаж с учителями, родителями и детьми. Министр образования края отметил, допускать вчерашние ошибки в Казани нельзя. Когда учители и дети сообразили, что нужно просто забаррикадироваться, окна закрыть, телефоны отключить и залезть под стол, они сохранили свои жизни. А те, которые не сообразили, они наоборот вышли в коридор и попались на пути этого убийцы. То есть не сработала защитная вот такая штука, потому что никогда ничего не случится в моей жизни, никогда ничего в школе не произойдет, или в детском саду, или еще где-то. К сожалению, дорогие мои, происходит. В результате теракта в Казанской школе погибло 9 человек, двое учителей и семеро школьников. Около 20 раненых сейчас находятся в больницах. Массовые убийства устроил Ильнас Галявиев, бывший ученик этой школы. На допросе 19-летний парень сказал, что он бог. Чтобы огородить учеников Алтайского края от подобных богов до 15 июня, школы региона должны провести самопроверку. Также Министерство образования края будет устраивать выборочные проверки. Вот терминалы металлодетекторы на сегодняшний день не во всех организациях есть. Пропускные терминалы в большинстве больших организаций, металлодетекторы, так скажем, в части организации. Охранный пропускной режим дальше осуществляется либо частными охранными предприятиями, либо сотрудниками организации, которые имеют соответствующие должностные обязанности. К 2024 году металлоискатели должны появиться во всех школах региона. Также почти 300 школ Алтайского края оборудуют камерами видеонаблюдения. На это будет потрачено 500 миллионов рублей. Что касается ближайших планов, до 17 мая каждая учебная организация должна создать антикризисную команду. Она будет отвечать за план действий во время ЧАЭС. В эту команду войдут сотрудники школы. Один или два человека отвечают за оповещение при какой-то ситуации. Два человека отвечают за координацию этой эвакуации. Третий человек отвечает за взаимодействие с службами реагирования и средствами массовой информации, потому что это важно. Мы вчера видели, как эта тема освещалась и так далее. На этой неделе в Барнауле несли игрушки, цветы и свечи к мемориалу славы. Как и во многих городах страны здесь прошла вахта памяти, студенты разных вузов почтили память погибших в казанской школе. В самом же Татарстане 12 мая, несмотря на праздник Ураза-Байрам, объявили День траура. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Трагедия в Казани заставила нас всех задуматься. А как устроена система охраны в алтайских школах? Можно устанавливать камеры видеонаблюдения, металлоискатели, тревожные кнопки. Но когда на входе в школу сидит вахтер или сторож пенсионного возраста, который не сможет дать отпор преступнику, значит в системе безопасности школы уже есть брешь. Как правило, в образовательных учреждениях нанимают охранников штат. Это самый дешевый вариант. У него есть свои обязанности, инструкции, но, к сожалению, вооружен он только кроссвордами. Это полномочия муниципалитета обеспечить безопасные условия, соответственно, либо частное охранное предприятие, либо подразделение войск национальной гвардии, я имею в виду как охрану. Этот вопрос необходимо с Министерством финансов каждому главе на сегодняшний день решать. То есть, грубо говоря, если не хватает денег, прийти попросить у края. Совершенно верно. Соблюдать меры безопасности жителям края стоит и при обращении с огнем. Всю эту неделю в нашем регионе действует самый высокий пятый класс горимости. И пока его снимать МЧС не планирует. В условиях чрезвычайной пожароопасности, предостерегают спасатели, стоит быть максимально осторожными. Так, на этой неделе в буквальном смысле чуть не сгорел Рубцовск. Причина – сразу три крупных возгорания сухой травы. Огонь мог перейти на частные жилые дома. Чтобы справиться с ним, спасателям потребовалось длительное время. Отметим, только за майские праздники в регионе зафиксировали 1100 возгораний. Только за минувшие сутки патрульными группами было выявлено 47 травяных пожаров. Патрульно-маневренными группами самостоятельно ликвидировано 40 из них. По результатам работы надзорных органов за сутки составлено 14 протоколов об административных нарушениях. Ежедневно МЧС регистрирует по 70-80 пожаров в крае. В Родинском районе на этой неделе огонь стал причиной большой трагедии. Из-за возгорания в частном доме погибли 9-летний ребенок и двое взрослых. Еще троим удалось спастись. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе проблемы с электропроводкой. К другой теме – медицинской. На этой неделе она тоже звучала достаточно громко. В связи с профессиональным праздником Днем медицинской сестры работников сферы чествовали по всей стране. В Алтайском крае лучшие медицинские сестры, фельдшеры и лаборанты услышали не только слова благодарности за труд, но и получили денежные премии от 55 до 120 тысяч рублей. Но сейчас о другом значимом событии. Барнаульские врачи провели уникальную для нашего региона хирургическую операцию. С помощью прокола пациенту установили специальный зон, через который он сможет нормально питаться. Прежде мужчина из-за злокачественной опухоли уже практически не мог есть даже жидкую пищу. Подробнее об этом далее. На операционном столе пациент с диагнозом рак пищевода. Из-за патологии мужчина не может питаться естественным путем. Организм ослаб, сильно похудел. Потребовалась гастростомия. Установка специального зонда, через который в желудок будет поступать питательная смесь. В Арнауле такое вмешательство обычно проводят открытым способом. Но сегодня пациенту посчастливилось. Его оперирует московский хирург, да еще и щадящим методом. Современная методика пункционной гастростомии, без разрезов выполняемая. Это всего лишь, по сути, один прокол. Делается подместная анестезия и контрольное брендологическое оборудование. Ставится в желудок непосредственно на трубку, чтобы пациент мог питаться. И начиная с завтрашнего дня пациент может получать полноценное питание, как все мы, но только жидкой пищей. Операция длится не дольше 20 минут. А через 3-4 дня пациент уже живет жизнью практически здоровых людей. А после разреза организм восстанавливается не один месяц. Самое главное – малоинвазивный, то есть щадящий способ позволяет избежать различных осложнений. Выпадение гастростомической трубки – это мацерация, подтекание, нагноение. Достаточно несостоятельность швов, то есть может отрыв быть с тем тяжелым. Поэтому в данной ситуации это позволяет избежать. В Москве устанавливать зону через прокол начали с 2015 года. Но вот за Уралом этого никто не делал до сих пор. А ведь такая помощь весьма востребована. Пациентов с инсультами, онкобольных немало. Те, которые к нам приходят, у нас раз в неделю, две, двое обязательно есть. Это те, которые до нас доезжают. Пронавольские врачи первыми рискнули освоить новый метод, несмотря на то, что стоимость расходников для каждой операции приличная. 30 тысяч рублей расходы берет на себя регион, саму же процедуру проводят бесплатно. Но по оценке столичного хирурга, уже в скором будущем в Барнауле смогут проводить до 50 подобных операций ежегодно. Валентина Скерова, Александр Антропов. День с толком. Ну а теперь к одной из вечных проблем России – дорога. Это большая беда и для нашей краевой столицы. С одной стороны, дороги вроде бы постоянно ремонтируют. На недавнем брифинге, к примеру, чиновники отчитывались, что 71% всех городских артерий соответствует нормативу. А к 2024 году повысится этот показатель до 85%. С другой стороны, с ремонтом дорог в Барнауле возникает просто коллапс. Пробки в 9 баллов, часовые простаивания в пути. И это при том, что в городе еще не начался масштабный ремонт. Он стартует в следующем году. Готовятся ли к этому ответственные лица? Будет ли скорректирована организация дорожного движения? Об этом наш специальный репортаж. Транспортный коллапс – самый приличный отзыв барнаульцев во время ремонта асфальта. Это еще одна причина городских пробок. Только за сезон 2021-го дорожники работают и будут работать на Зминогорском и Павловском трактах, Старом мосту и мосту Почелюскинцев. В общем, 23 объекта. Автомобилисты уже в самом начале готовы оценить организацию движения. Няхти, особенно когда на Зминогорском тракте проходило недавно, вообще плохо было проехать. Заторы были и по Лосихинской, и туда дальше. Вы давно в пробку попадали во время ремонта? Недели полторы назад, два с половиной часа я ехал по горе. И считаю, что это было бестолково. Я так понимаю, там это до сих пор. Как оцениваете качество организации движения именно во время ремонта дорог? Ну, из десяти на пять, наверное. Потому что пробки всегда были везде. Сейчас собираются делать мост на новом рынке. Не представляю вообще, что будет. Будет коллапс уже без преувеличения. Не нужно забывать, что это один из сложнейших объектов для ремонта. Даже в администрации города говорят, что проектная документация, хоть и разработана, ее все же будут корректировать. Потому что стоимость работ считали еще больше пяти лет назад. А только за последние два года металл подорожал больше, чем на 50%. Так что после пересчета цена станет гораздо выше нынешних миллиарда трехсот миллионов. Представьте, какую работу предстоит проделать. Николай Данилин, депутат Краевого Заксобрания и директор ДСУ номер 4, который сейчас ремонтирует старый мост, говорит так. Тонкостей при ремонте одного из главных путепроводов Барнаула будет множество. По нему идут все вообразимые коммуникации от кабелей спецсвязи до теплотрассы. Только на подготовительный период уйдет не меньше полугода. Маленькая деталь. По существующим, выданным тех условиям, которые проектировщики учитывали при проектировании данного объекта, РЖД давало разрешение на работу именно на путях своих 72 окна в ночное время продолжительностью 2 часа каждая. То есть, писать себе, чтобы успеть за сутки всего дадут 2 часа поработать, причем ночью. На все работы уйдет в хорошем случае 2 года. А этот мост – один из главных путепроводов города. Как рассказали в администрации, решать проблему пробок будут комплексно. Прорабатываются пути объездов, в том числе и для общественного транспорта. Например, разворотное кольцо для трамваев рядом с торговым центром «Пионер». Также возможность пересадки пассажиров. То есть, они, допустим, доехали на трамвай до торгового центра «Пионер». С одним этим билетом перешли на другую сторону, к дому быта. Сели на троллейбус, допустим, и продолжили движение. То есть, рассматриваются такие варианты, чтобы ускорить движение пассажиров. Вариантов борьбы с безумными барнаульскими пробками огромное множество. От самых фэнтезийных, вроде переноса административного и бизнес-центра города в индустриальный район, до реалистичных, перехода на общественный транспорт, реверсивного движения, умных светофоров или способа, которым я сейчас пользуюсь. Кстати, уже можно предположить, что во время того пресловутого ремонта над ЖД путями спрос на двухколесную технику в Барнауле вырастет. К слову, вот этот бетонный путепровод рядом с мостом для пешеходов и велосипедистов сделают поудобней. С машинами сложнее. По проспекту Ленина в сутки движется до 40 тысяч авто. Все эксперты говорят, да и чиновники не спорят, не существует средств безболезненно перераспределить этот гигантский автопоток по другим и без того оживленным артериям. Что уж говорить, даже решить проблему ночного ремонта не получается, хотя многие водители недоумевают, почему ремонтируют днем, когда дороги загружены. Некоторые работы производят дневное время, в связи с тем, что необходимо успевать подрядчику срок. И в связи с тем, что поступают также жалобы граждан на нарушение тишины. То есть, когда работает ночью дорожная техника, допустим, фрезерование происходит, то достаточно шумно. Мы пытаемся варьировать между желаниями автомобилистов, чтобы не было пробок, и граждан, которые проживают на ремонтированных объектах. Как говорят эксперты, проблему нужно решать комплексно, думать о строительстве новых кварталов, учитывая генплан развития города и план развития автомобильных дорог. Увеличить количество парковочных мест в новостройках, ввести ту самую интеллектуальную систему движения с умными светофорами и, конечно, из главных способов отбить у человека желание покупать машину – развитие системы общественного транспорта. Вообще-то, транспорт должен быть комфортный и быстрый. Человек, когда он пересаживается с машины на автобус или на трамвай, он должен понимать, для чего он это делает. То есть, он как минимум должен, во-первых, быстрее доехать, но, во-вторых, хотя бы, если с не лучшим комфортом, но хотя бы с не меньшим, чем в автомобиле. Почему я говорю, что у нас есть хороший опыт города Москвы. Я знаю, что администрация со своей стороны старается принимать участие и в перспективе надеяться получить какую-то поддержку от федерального бюджета. Вот вам и проблема. Шоссе Ленточный Бор расширяли, дорасширили и все равно. Вот мы стоим как раз на светофоре и 3 часа дня пробка уже копится. А проблема вся именно в этом перекрестке – Власихинское и Ленточный Бор. И когда-то город должен будет подать документы на то, чтобы как-то преобразовать этот перекресток. Есть и другие громкие проекты, вроде расширения Павловского тракта и появления на нем трамвайных путей. Для этого потребуются, возможно, миллиарды, чтобы не только провести работы, но и выкупить частную застройку, мешающую расширению. Вот так тяжело и медленно борются с пробками. А растут они намного быстрее. За последние 15 лет количество личного транспорта в Алтайском крае увеличилось вдвое. При этом двукратного роста дорожной сети не было даже близко. Это проблема. И ни один город мира пока с ней полностью не справился, но все стремятся. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. В суде Центрального района на этой неделе продолжилось разбирательство по делу о драке на Старом базаре. Впервые на заседание пришел тот самый инвалид, из-за которого и завязалась потасовка между компаниями Рохлова и Старцева. О том, что Павел Рохлов пытался защитить так называемого инвалида, говорили многие очевидцы. Скажем сразу, фото и видеосъемку на заседании запретили. Но там был наш корреспондент Ирина Корчагина. Передаю слово ей. А был ли мальчик, или точнее был ли инвалид с тростью, задавались мы таким вопросом, глубже погружаясь в историю драки на Старом базаре. На этом самом месте в июле прошлого года погиб барнаулиц Павел Рохлов, который, по словам очевидцев, бросился защищать так называемого инвалида с тростью и впоследствии получил смертельный удар от экс-боксера Михаила Старцева. Накануне в суде Центрального района прошло заседание по этому делу. На него пришел, пожалуй, один из самых важных свидетелей, Дмитрий Лопатин, молодой человек, которого все называли инвалидом. Сам Лопатин на суде заявил, что инвалидом он не является, чувствует себя вполне здоровым человеком. И что важно, о помощи в тот вечер он никого не просил. В ту ночь с 26 на 27 июля 2020 года Дмитрий Лопатин приехал сюда, чтобы отдохнуть с бутылкой вина. Рядом находилось несколько компаний, в том числе семья Рохловых и компания Михаила Старцева. Известно, что в ту ночь Дмитрий Лопатин приглашал на танец сестру Светланы Рохловой, а позже переключился на другую девушку Лилию Ворогушину, которая находилась в компании Михаила Старцева. Дмитрий хотел с ней познакомиться, но получил замечание от Михаила Старцева. Далее Лопатин достает из машины деревянную трость с каучуковым наконечником. Важный момент, она когда-то была ему нужна для передвижения после ДТП, ну а после просто лежала в багажнике. Этой тростью он начинает размахиваться, несколько раз ударив Старцева, между ними завязывается драка. В какой-то момент к этой потасовке присоединяется компания Рохловых. По словам Дмитрия Лопатина, погибший Павел Рохлов ударил Лилию Ворогушину, после чего последовал удар от Старцева, роковой удар. Если подытожить, то сам Дмитрий Лопатин признался, что да, в ту ночь он был навязчивым, но не собирался ввязываться в драку. И в то же время Михаил Старцев уверяет, что намеренно никого не хотел убивать, а просто нанес удар с целью самообороны. В любом случае, Михаилу Старцеву теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть Павла Рохлова. Мы обязательно продолжим следить за этой историей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А теперь об экологии. Сегодня весь мир отмечает Международный день климата. По мнению ученых, глобальная проблема с каждым годом становится все острее. Ее негативные последствия ощущают практически в каждом уголке планеты. Но Алтайский край, считает научное сообщество, в этом смысле уникальное исключение. Мы меньше других подвержены температурным перепадам. Более того, у нашего региона, по мнению экспертов, есть все шансы выиграть от этой проблемы экономически. Об этом подробнее в интервью с директором Института комплексных исследований Большого Алтая Технического университета Михаилом Шишиным. Михаил Юрьевич, действительно ли проблема изменения климата стоит на сегодняшний день очень остро? Ну, тут сомнений никаких нет. Если уже президент России выступает на всемирном саммите по климату и, в общем, говорит о том, что происходит и в нашей стране, и во всем мире, и даже дает некоторые прогнозы, то очевидно, что уже весь мир сейчас озабочен. А там ведь уровень-то саммита был президентский. То есть, да, это действительно серьезная проблема, на которую сейчас обратил весь мир, ООН и крупные организации. А в чем, прежде всего, проявляются негативные последствия изменения климата? Ну, перенасыщенность атмосферы углекислым газом и рядом других компонентов приводят к тому, что атмосфера становится, ну, как бы, неустойчивая, и климатическая ситуация становится труднопрогнозируема. Ну, вот то резкое тепло, то резкий холод, да, то вот иссушение территории, там, ну, скажем, это все как раз является причиной того, что произошел дисбаланс в атмосфере парниковых газов. То есть, возникла, вообще говоря, пленка, как в теплице вот существует вот перегрев, ну, точно так же, вот, пленка из парниковых газов не дает избыточному теплу подниматься вверх, ну, и за счет этого возникают всевозможные, там, вихри, турбуленции, изменения климата и так далее. Ну, вот понятно, что Алтайский край не остается в стороне, это геополитическая проблема. Вот если говорить о последствиях для нашего региона, на что бы вы обратили особое внимание? Тут очень много интересных сюжетов появляется. И вот прошедшая конференция 28 апреля, она показала, что, ну, как вот известное выражение, и последние станут первыми, у нас появился исторический шанс выйти вот с новым совершенно содержанием в экономике и в экологии. Дело в том, что, ну, как было раньше, там, нефть, газ, это значит, территория очень богатая, там, развиваются и так далее. Но мы были сельскохозяйственным регионом. В результате этого сохранилась очень хорошо среда, сохранились лесные массивы, достаточно хорошо, скажем так. Там есть проблемы, но в принципе. И все это привело к тому, что у нас, как сказали климатологи, причем крупнейшие, это вот Институт климата и экологии, Академии наук, они сказали прямо, что единственная территория на карте России, у которой стабильная ситуация с климатом, это Алтайский край. Единственная территория. То есть мы меньше других подвержены изменениям. То есть вот они показали карту, и было видно, что, ну, вот все территории, они там, происходит у них процессы, там идет изменение климата серьезное, а вот на территории края у нас все достаточно стабильно. А чем это можно объяснить? Ну, я думаю, что за счет очень больших водных, ну, так скажем, пространств, там, вот там, реки наши, вот, сохранившиеся еще озера, то, что в основном сельскохозяйственная работа ведется на территории края, это стабилизирует, конечно, территорию, ну, стабилизирует климат. И в связи с этим появляется шанс предложить совершенно иную модель, экологоэкономическую для, вообще говоря, не только для региона, а, может быть, и даже гораздо крупнее. О чем идет речь? Видите, изменение климата нас, ну, нам так повезло, да, а некоторые территории начинают страдать очень сильно. Ну, например, да, начинают, там, где были плодородные земли, начинают высыхать все, и теряются просто земли, плодородие, ну, соответственно, продовольствие и прочие вещи. Есть затопление, это уже реальность совершенно, поднимается уровень мирового океана, и, соответственно, прибрежные территории, они становятся подвержены этим всем изменениям. Поэтому все озабочены сейчас изменением климата, и приняты мировые соглашения. Сначала было Киотское соглашение в Японии, потом Парижское соглашение, по которому все страны приняли на себя обязательство сократить выброс парниковых газов, наша страна в том числе. В результате появляется механизм, который принуждает особенно серьезных эмиссионеров, как называют, ну, кто больше выбрасывает, сокращать эти выбросы, либо искать какие-то другие механизмы, в том числе экономические. Ну, условно говоря, вот завод, который производит очень много там выбросов в атмосферу, конечно, они должны менять технологию, но до предела определенного. Дальше ведь невозможно продвинуться. Есть технологии, которые уже достаточно совершенны. Значит, вы должны вот этот свой углеродный след, как его называют, погасить. Ну, как вы его можете погасить? В том числе и деревьями. Компенсировать за счет зеленых насаждений. Да, да, да. Вы должны инвестировать в посадки деревьев, и это опять становится актуально для нашего края, потому что нам нужны лесополосы для сдерживания ветров, там, для снегозащиты и так далее. Ну, а чтобы их восстанавливать, нужны средства. Эти средства откуда брать? Ну, в том числе вот отсюда. А вот посмотрите, рядом с нами. То есть я правильно понимаю, что другие страны должны нам каким-то образом выделять средства на то, чтобы посадки были? Ну, может быть, и более проще ситуация. Вот Кузбасс, допустим, рядом с нами, ну, это точно уже эмиссионер, там, количество выбросов, ну, в общем, предельное. Ну, Алтайский край – это территория, которая связывает. Значит, должны возникнуть соответствующие соглашения, по которым это будет вот осуществляться. Мы гасим ваш углеродный след, но вы инвестируете в наши лесополосы. Ну, например, такой проект. Вот, до определенного времени все это было, этот механизм выглядел как чисто теоретический. Но в связи с тем, что был принят удивительный закон по криптовалюте, то нашлись специалисты, которые показали, как вот эти тонны углерода, то есть растение захватило СО2, оставило углерод в себе, а кислород отдало нам. Вот это не надо забывать, в общем, никогда. Так вот, вот эти тонны, которые связаны в древесине, их можно превратить в ценные бумаги. А эти ценные бумаги, ну, через механизмы криптовалюте, криптовалюты реализовывать. И мы даже вот на конференции провели такую пилотную сделку, когда сеть ресторанов в Москве, которые очень хотят быть экологически ориентированными и погасить свой углеродный след, они с Алтайского лесного проекта как бы выкупили вот эти тонны. То есть они отдали деньги, через механизмы вот им пришло погашение углеродного следа, они, насколько я понимаю, в ближайшее время объявят об этом совершенно торжественно и повесят везде, что за ними нет углеродного следа и так далее. Это, конечно, мизерная такая вот операция, но авиация, металлургия и все остальное, они в ближайшее время будут этим озабочены очень серьезно. Ну, а что нужно Алтайскому краю для того, чтобы успешно этот проект продвигать, для того, чтобы инвестиции как раз в регион, богатый лесом, водными ресурсами, реализовывали здесь у нас на месте? Да, значит, есть постановление, решение правительства, точнее сказать, о том, чтобы к концу 22-го года все территории сдали так называемый паспорт экологической безопасности. Это будут делать все. Это очень важный документ, который покажет, вообще говоря, баланс, вот сколько на территории края выбрасывается, сколько связывается. Я уверен, что он будет близкий к положительному, если вообще сказать неположительный. Это будет первый официальный документ, который будет показывать, а, собственно говоря, вот где, так сказать, или вот какова роль Алтая. Второе, конечно, нужны отработанные механизмы, чтобы это не превратилось в хаос. Понимаете, вот этот закон о криптовалюте, он, по сути дела, дает возможность любому человеку заниматься вот этим. Представляете? То есть это может быть совершенно неуправляемый процесс. И я достоверно знаю, что ряд европейских организаций, узнав об алтайском весном проекте, очень даже заинтересовались, а как бы можно было бы здесь что-нибудь такое интересненькое сделать. То есть это абсолютно такая вот, причем активность со стороны европейцев, она поражает. Ну, она, собственно говоря, легко объясняется. Ну, в среднем цена на тонну связанного углерода, так называемую углеродную единицу, в Европейском Союзе колеблется что-нибудь там от 10 до 42 евро. А алтайская может быть стоить 2 евро. Ну, дальше уже по Марксу можно потерять совесть и все остальное, и броситься именно сюда. То есть нашему краю очень важно выстроить такую систему, защитить себя в этом смысле? Абсолютно. Нужно, это должно быть в первую очередь экспертная проработка этого вопроса, и дальше должно быть включение вот очень активного административного ресурса, чтобы это заявить о себе, как о площадке федерального значения, потому что, ну, все предпосылки налицо, как говорится. Наш технический университет уже проводил подобного рода работы. У нас тогда, у нас есть задел. То есть мы не безответственно говорим, а совершенно определенно, что да, у Алтая есть этот задел. Плюс вот то, что прозвучало на конференциях, ну, словом, все готово к тому, чтобы вот взяться и поставить Алтай в одном из первых идутов. Причем это, знаете, идея поддерживается ведь многими. Совет Федерации, например, мы-то там, вот мои партнеры делали доклады, и они сказали, что, ну да, очевидно, что Алтайу нужно стать лидером. А сам бизнес-то готов вообще компенсировать вот этот углеродный след? Не будут ли они этому как-то противостоять? Будут, конечно же, господи. Кто хочет отдавать какие-то лишние деньги, это понятно. Но дело в том, что даже не на российском уровне, а на европейском уровне возникнут препятствия. Европейский Союз ввел, вводит правила, что если вы вводите что-нибудь на территории Европейского Союза, докажите, что у него погашен углеродный след. Нефть, газ, там, очевидно, да, там, сталь и прочее. Докажите, что у вас погашен углеродный след. А дальше включаются санкции, довольно серьезные. Довольно серьезные санкции. Поэтому тут любой бизнес должен задуматься насчет того, а вот может быть все-таки купить эти тонны здесь, на территории России, вложиться, так сказать, в экологические проекты на территории России, чем покупать в Африке. В буквальном смысле этого слова. Я сейчас не фигурально говорю, а реально говорю. Покупать тонны для погашения углеродного следа. Слушая нас, сейчас, ну, скажем так, многие административные структуры могли бы, ну, усомниться в практичности, что ли, такого проекта. Что бы вы им сказали, какой бы привели пример, аргументы, может быть, экономического плана, вот о том, что этот проект реален, я так понимаю, да, и очень значим для нашего региона? Ну вот смотрите, в Новосибирске уже начали работать две установки по производству биогаза. То есть это любая органика, ну, в том числе все эти отходы животноводства, они превращаются в газ. Метан прекрасный, горючее, которое можно заправлять двигатели, можно сжигать, там можно просто все делать. Параллельно получать удобрения и так далее, вот из любой органики. Но, как выясняется, сжигая метан, мы получаем большой плюс, вот именно с углеродного рынка. Дело в том, что одна тонна утилизированного метана эквивалентна 21 тонне СО2. Это даже, по-моему, озвучил Владимир Владимирович Путин вот в своем выступлении. Так это получается очень даже интересно с точки зрения бизнеса. Представляете, вы поставили такую установку, вы отапливаете все в районном центре, там школы и прочее, и прочее. Ну, плюс к этому, вы еще вот за счет участия в углеродных сделках, вы получаете деньги. Причем немалые. Ну, представьте, даже 2 евро тонна, но за СО2. Это уже хороший бизнес. Так что это может быть интересно. Другое дело, что нет опыта, что нет... Это еще выглядит несколько фантастично. Это где-то вот оторвано от действительности. Но обстоятельства жизни, они будут нас к этому подталкивать. Ну, смотрите, вот там рестораны Москвы-то уже озаботились. Да и не только рестораны Москвы. Северсталь, там, Газпром. Вот на конференции-то у нас участвовали организации, которые, вообще-то говоря, не из бедных. Но они все понимают, что рано или поздно это прижмет очень здорово их. Поэтому лучше заранее вот начинать какие-то действия делать. А вот с чего начинать? Какие должны быть первые шаги, на ваш взгляд? В первую очередь нужно, конечно, изучить этот вопрос. Вот если это касается бизнеса, касается, допустим, органов власти, районных, предположим, муниципалитетов, это нужно изучать. То есть к этому нужно отнестись, в первую очередь, серьезно. То есть нужно почитать, вообще-то говоря, постановления президента, правительства и указы президента. Они-то все уже все сделали. То есть верховная власть, она все документы дала. Сейчас будет еще принят закон в ближайшее время. Он уже прошел первое чтение о парниковых газах. И все. Дальше-то уже нужно будет работать. К этому нужно отнестись серьезно. Бизнесу нужно внимательно читать то, что появляется сейчас в интернете и других. То есть вникнуть вот в эту проблему. И понимать хорошо, что открывается новое совершенно, вот как газ, нефть и все остальное, вот открывается совершенно новая линия в бизнесе. Но для этого нужно искать информацию, думать о ней. Нужна консультация, проконсультируют всегда. Специалисты есть. Слава богу, их немного, конечно, в стране около десятка, может быть. Людей, которые реально все глубоко понимают. Но вот найти можно. Алтайскому краю важно не упустить свой шанс в этом направлении. Нам нужно добиться того, чтобы нас объявили на федеральном уровне площадкой, площадкой, на которой отрабатываются все механизмы. Они стопроцентно нужны будут всем в ближайшем территории. Мы не только в России, но и в Монголии, и в Казахстане. И в завершении к новостям культуры. На этой неделе яркое событие в театральной среде региона. В Барнаул приехала труппа Московского театра имени Вахтангова. Местным зрителям они покажут свои лучшие постановки. Это спектакли Евгения Онегин, «Царь и Дип», «Наш класс» и «Крик лангусты». Показы уже стартовали. Накануне спектакль с участием столичных артистов прошел в Краевом драматическом театре. Вахтанговцы приехали на Алтай по всероссийскому гастрольно-концертному проекту «Большие гастроли». Оцените их игру. Алтайский зритель может на двух площадках. В МТА и Театре драмы с 13 по 16 мая. Накануне в драмтеатре артисты показали Евгения Онегина, режиссер Римас Туминас. Накануне премьеры звезды столичных подмостков раскрыли подробности работы над своими ролями. Я очень хорошо помню, как мы репетировали сцену с няней. И все, мы никак не могли найти какую-то суть, какую-то мысль. И вдруг Туминас забегал по залу и говорил, ну она же зверь, она же зверь, она влюблена. И он схватил эту кроватку и как-то это точно так попало. Он не может испытывать этих чувств, которые испытывает она в той полноте, глубине. И даже, если говорить об этом звере, который в ней, он искренен, распахнут, открыт миру, а у него все наоборот. И это такое отражение его внутреннего состояния, когда он не может быть вот таким вот юным, трепетным, хрупким и дышащим вот этим вот, ну такой полнотой жизни. И он не из-за этого мстит. В этом году Алтайский драмтеатр отмечает свой юбилейный сотый сезон. В июне уже наши алтайские артисты с ответным визитом выступят на подмостках Вахтанговского театра. Для московской публики они представят две постановки. Укращение строптивой по пьесе Шекспира, а также и разыгрались же кони в поле по рассказу Шукшина. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Пусть следующая сложится для всех удачнее. Только позитивных вам новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok